Игнать Тихонович Вставай, сейчас я свет включу У вас темнота какая-то, в темноте сидите Сейчас, сейчас мы включим, подождите Держите Сейчас я включу свет Так Значит, как-то вы пришли без предупреждения, без всего У меня же определенный порядок здесь Так, давайте поговорим Вы что-то отвлекаетесь все время Не отвлекаетесь Да, да У нас все записывается, выставляется в интернет Вы не против? Да нет, не против Я вас слушаю, говорите Вы трезвый совершенно? Да, мы трезвый, на работе На работе Так, откуда вы, кто и что хотели? Мы из Нижегородской области Из Нижегородской области Нижний Новгород В Нижнем Новгороде у вас там выпускает машину Газель Ага Мы брали для путешествия, купили ее Я видел, у вас такая есть Да, и когда мы приехали туда, там поломка была Ваше начальство нас встретило как родных Дали сразу мастера Потом в обед принесли, нас покормили Нам понравилось там А вы где были? В Нижнем? Мы проехали Так, Нижний Новгород Вы не в Нижнем Новгороде? Нет, в области В области Ну ладно, по делу Что вы хотели? Да так Игнатий Тихонович Вопрос по символу веры я хотел задать Давайте, пожалуйста Как бы старообрядческий вопрос Там истинного Бога читается А в Новой Церкви как бы не считается истинного Бога Ну надо поставить Мы сказали, теперь мы всегда поем и считаем Это от нас зависит Меня интересует ваш как бы ответ на этот вопрос Это сделано неправильно И оно должно быть возвращено К символе веры, кредо Духа Святаго Господа истинного, животворящего Оно у нас вставлено И мы так и считаем, и так поем Мы уведомили об этом епископ Он говорит, это уже давно все вернулось Назад разрешено И так служит Алфеев и Патриарх И по поводу крестного знамени Как бы я кричусь двоеперстно Мы так родились в второобрядческой семье Мы так и крестимся Ну так Кто тремя прессами Это не догмат А это обряд Просто как бы получилось так Что меня попросили Как бы выйти Потому что ну У нас так не крестится Да они не знают В 1971 году, кажется Патриархия сказала Старые эти все обряды Равноспасительные Это невежно говорят Вы на их не смотрите Это люди совершенно ничего не знают Ну это как батюшка подошел Говорит, выходи из храма Так здесь у нас не приходит Может быть, это он никто Патриарх Кирилл молится Показывает как Серафим Саровский молится Князь Владимир так Сергий Радонежский так молился Кого они выгонять-то будут То есть неправильно он сделал Неправильно, что выгоняют Это дурь Вот у нас молятся Кто двумя Кто приученный Вот мы молимся Двумя перстами Так, с детства А другие молятся Тремя Их никто не скажет Не надо молиться Так молился Иоанн Кроштадский Другие, которые святые Игнатий Брянщининов Феофан Затворник Все молились так Есть вопрос Ну давай-ка Если вопросов нет Я буду задавать вопросы вам Давайте Так, почему без бороды? Без бороды? Да, почему без бороды? Бороды зачем убрали? Убрали Бог так сотворил человека Вы посягаете не на меня На Бога Что он неправильно сделал Что надо человеку было быть Как женщина без бороды Это власть над женщиной Под капучник несчастная Капучник Две мамы в доме Это многовато Пусть хоть один будет Отец-тятя Жена недовольна В храме Божьем Посмотрите Образ спасителя Христа С бородой Пророки все с бородой Все апостолы с бородой И новые Канонизированные Как Ян Кронштадтский Тоже с бородой Без бороды Это только язычники Они хотят молодость продлить А у нас наоборот Мы желаем показать мудрость А мудрость с годами приходит Ну да Так оно и есть Я вам как поговорим сейчас Я вам скину наши материалы Вы там найдете все Ответ Я знаю Я знаю Знаю уже Я нахожусь на ваших ресурсах Вот так Так что если вы зайдете на наш сайт На сайте там все сказано Абсолютно все И вот если там На первой странице Книга К истину православия Я 40 лет материал собирал на нее И там написано Об родобритии Ну только ткни Оглавление Оглавление там постранично видно Ткнул в оглавление Раскроется текст Очень высоко профессионально Составлено все Это мастера у нас Тут есть такие Разработчики Понятно Так что первое Бритвы сегодня выбросить И больше никогда К ней не прикасаться Выброси его Утопи Оторви шнур Может сгодиться Где-нибудь мешок завязать Игнать Тихонович А вот я еще По поводу Библии Библии Вы же ее начитали Да Один раз Насчитывал Один раз На пленке А другой раз На диске На компьютере Если в интернете Зарядите аудио Библии Игнать Лапкин Она сразу у вас выйдет Легко слушается И некоторые считают Это один из лучших Моментов Где насчитано Но без музыки Без всего Притом Не считают Неканонические А с неканоническими книгами Соликом Вот это патриаршее издание Видите какое Ну да А как их определить Игнать Тихонович Что их 7 77 и 66 Ну нет Первое значит Ну руки только Не берешь Они четырех Четырехконечный крест Вот здесь А это восьмиконечный Сектанты его не признают Все Второе Если вы откроете И там написано Первое По благословению Патриарха Кирилла Или Алексея Это православные Все книги Православные За 2000 лет Не издали 66 Потому что Канон 85 апостольское правило И ладикийский канон Говорят о том Что Книг 77 Перечисляют Книги все Поэтому Правильной Православной веры Не другой на земле В этой православной вере Меньше всего Заблуждений А вот еще вопрос Иван Тихонович Где мы сейчас находимся В каком пространстве В каком промежутке Вы это тоже Предполагаете Или вы в этом уверены Мы верим в это Мы знаем Что Близ К развязке Всеобщей Впереди Что будет Мы это знаем А впереди Будет то Что написано В Святой Библии Постепенно Деньги отпадают Полностью Границы Исчезнут И столицей мира Будет Иерусалим И там Воцарится Ихмашиах Которого они готовят Деньги Сегодня Юриспруденция СМИ Все в руках Евреев Все подготовлено И он Воцарится Ему 7 лет 7 лет Это подготовительнее Будет По частям Будет мир Подминать А потом 3,5 года Над всем миром Будет он И тогда Придет конец Является Христос На облаках Мертвые Воскресают Протекает Огненная река Перед престолом Это написано 7 глава Пророка Даниила И все Через нее Пройдут Воскресшие Праведник Как солнце Восеяет А грешник Выйдет Как головня Обгорелая И у каждого Написано Будет преступление Какое Оправданий Никаких нет 9,28 Послание к евреям Апостол Павел Говорит Во второй раз Явится Не для прощения Не для ощущения Так что За гробом Нет прощения Но ожидающих Его Во славе Так об этом Пишет Ефрем Сирин Иоанн Златоуст Гнать Тихонович А вот Кто примет Печать Тем уже Спасения Наверное Уже не будет Да Не будет Не печать Написано Начертание Зверя Начертание Печать Христос Христос Это не истинный Христос Это не спаситель А спаситель Вот он Иерусалим Он живой Бог Пришел А он Будет Чудеса Делать Огонь С неба Низводить Мертв Воскрешать И все Призрачно Ничего Этого нет Вот есть Такой ролик Один сейчас В интернете Вы его можете Открыть 12 минут Называется Интервью С дьяволом Мы смотрели Смотрели Вот он Об этом Говорит Что он не любит Он не любит Когда Библию Считает Когда люди Мирятся Когда на колени Встает Человек Мы должны Доверить Богу Верить Тому Что здесь Написано Вот у меня Здесь много Мусульман В чатру Рулетки Но мы Мусульмане У нас Другая книга Я Библию Показываю Какая Может быть Это Ну да Что написано Коран Я говорю Считай Что написано Не может Тут баран Вы такие же Как наши Русские В церковном Славянске Ничего не понимает Как столбы Стоят Смешно Я говорю Не смейся Смех Обратится В плащ Я говорю У вас У нас Глава Стихи У вас Сура Аят Так Да Я говорю Пятая Пятая Сура Шестьдесят Восьмой Шестьдесят Шестой Сорок Седьмой Аят О чем говорят Ни один Не знает Повторяю Ни одного Нету У нас Хоть один Кто-то Два Два Я говорю А там написано Что Люди Писания Писания Кого он Называет Людьми Писания Ваш автор Этой книги Писание Это христиане А какое Писание Вот оно Священное Писание И когда у вас Писалась книга В седьмом столетии Книг никаких не было Библия одна А настрич идет И там написано Инжил Инжил Это Евангелие Нам дал Бог Инжил И вы по нему Поступайте Я по нему и поступаю Про вашу веру У меня здесь не писано Ни одного Написано Многие придут Обольстители В мир И не будут Принимать Христа Как Спасителя Анапе моим Галатам 1.8.9 Вот и весь ответ Я ни книгу Вашу не трогаю Ничего Я по своей Живу Нет другого Имени Под небом Данного Человеком Которым Надлежало бы Нам спасти Деяние 4.12 Кроме имени Иисуса Христа Евангелие От Иоанна 3.36 Верующий В Сына Божия Имеет жизнь вечную А неверующий Не увидит жизнь Но гнев Божий Пребывает на нем 16.1.9 Евангелие От Марка Кто будет веровать И креститься Спасен будет Кто не будет веровать Осужден будет Все Решительно Бесповоротно Мы избрали Самое счастливое Жребие Выпал нам Бог дал нам Веру во Христа Спасителя Игнать Тихонович А вот про еретиков Вы тоже много Рассказываете Как вы их Определяете Так быстро Они с вами Как определяют Допустим Вот мы дорогой Идем встретимся Здравствуй Игнать Тихонович По ручке Мы не здороваемся Но неверующий Тогда можно Ну раз у них так уже Здравствуйте Я ничего не спрашиваю Чтобы его не спугнуть Я говорю Как дела Он спрашивает Я говорю Да с Богом Все хорошо Но мы знаем Вот то другое Я так наводящими вопросами Вижу Не православные А теперь А этих-то Еретиков-то много В Барнауле Так им 68 Названия Я теперь начинаю Подводить К в одном месте Гляжу Ага не так Я вижу Это не баптист А вот это Это не адвентист Седьмого дня Я их мысленно Уже начинаю А вот какой Это новая секта Новая жизнь Теперь уже легче Разговаривать А у меня второй том Открытым оком Там как беседовать С сектантами Одинаково Иконы Это идолы Я ему должен доказать Они не церковь Я должен доказать О священстве О будущих судьбах мира О церкви Они не церковь Церковь основана Христом Евангелие от Матфея 16-18 Христом основана В Сионской горнице И десятая глава Деяний И для язычников Дом Корнилия А вы В девятнадцатом столетии Откуда взялись? Это наследники Дофана, Верона и Корея Шестнадцатая глава Чисел Когда они решили Свою секту создать И живьем в ад Все сошли Жены, дети, шатры Все ушло в преисподнюю Это их потомки Игнатий Тихонович А как же получается Тогда у них Библия Своя что ли Или как? Или они ее придумали? Почему они Если в Библии Написано о том Что иконы признаются Православными Верующими Толкование Дают Они берут Исход 20 глава И говорят Не сделай Никакого изображения Того что на небе Вверху Что на земле Внизу Что ниже В водах Ниже земли Я говорю Не сделай Не сделай А какая глава Он не знает Я говорю 20 глава 4 Там стих А в субботе А теперь А 25 главе Бог говорит Сделай Что Бог забыл Что сказал В 20 главе Сделай два херумива Херувима Крылья распростертое А херувимы где? На небе Написано Не сделай Того что на небе Но он не поклонялся Перед ними Как священник Повергался Перед ним То есть Они все Сразу запутываются Они не знают Писание Я говорю А Христос В какой храм Приходил? Ну Соломонов Да как же Соломонов 24 Считаем 25 глава Вторая книга Паралипоменон Говорит о том Что разрушил На выхода Носор И море Медно изломал Правда А Христос В какой храм Не знают Я говорю Книга пророка Айея Говорит Этот храм Зарававелев И там были иконы Откуда вы знаете это? 41 глава 17 стих Книга из Икииля Слово икона Икона греческая Переводится Изображение Икона это Изображение И там написано Бог говорит Сделай изображение От пола до потолка Внутри и снаружи То есть Все было в иконах А где? Христос пришел И говорит Дом мой Дома молитвы На расчет Мой А вы называете его Как? Идолами? Христос пришел туда Где идольское капище И мои баптисты Все поплыли Они писания не знают У нас святые отцы Все истолковали Так что Бриту выбрать Сегодня же Не позорь веру православную Все понятно Игнат Тихонович Смотрим ваши ролики Смотрим ваши ролики Как вы В чат рулетки Выступаете Большое дело Делайте Во славу Божию Никто этим Не занимается Не ведет людей Новые души приходят Новые души приходят В прошлом году У нас тут крестился Один из мусульманской среды Евреи крестятся В прошлом году У нас приезжали на крещение Из Ливана Из Германии Это все через интернет Пришли Так оскольких мы отсылаем Что идите там где-то поблизости Далеко ехать Все же И расходы большие Едут там на Афон Или где Это наши Братья Игнат Тихонович А как вы думаете Про интернет Господу Это угодно Нет Сначала Кто его изобрел Кто его изобрел Ну да Фернанд Фернанд Какой-то И вы не знаете Ну Что-то я Подзабыл Маленько Тим Бернер Тимофей И мы каждый день За него молимся Бог дал такую мудрость А кто телефон изобрел Мартин Купер Мы за него тоже молимся А кто поисковик Сделал нам библейский Такой хороший Не знают Вьетнамец Ущийся в МГУ Тимофей Ха И мы за него Молимся каждый день Чтобы Воздаем ему Добром Господи Как он облегчил Нашу жизнь Мы каждый день Поминаем всех Правителей У нас тут Председатель Медведев Дмитрий Путин Владимир Дональд Рамзан Эрдоген Вот сейчас Зелинский Владимир Мы за всех молимся Чтобы Господь Сохранил их От покушения Чтобы издавали Мудрые законы Чтобы дали достойно Жить людям Чтобы было Из чего Уделять нуждающимся Ну как бы вы Ничего такого злого В интернете Не видите Лично вы Как? Кто что сделал? Я говорю Вы ничего такого злого В интернете Не видите Лично вы Я вижу Я вижу только добро А там мерзость всякая Так это везде есть А пшеница На добро Врезут А ищмень Тоже на добро Из него пиво варят А здесь водку варят Что угодно А нож Хорошо Хорошо А им людей режут Все зависит А Библия Хорошо или плохо Хорошо А из нее сектанты берут И все На Библии основывают То есть Все Надвое Ну да Нам отпущено время И куда мы его Для Бога Или на блуд Употребим Все на добро Когда по добру семья Рождаются дети А когда по блуду То ничего Кроме греха И скверны А одно и то же Все одно и то же делается Да Ну почему-то Господь Дает не всем детей Так А вопрос Вопрос к Богу Кому что дает Надо согласиться Со всем Что дает И не дает Равной степени Я был однажды Приглашенный На одну свадьбу Верующие все И вот уже Она заканчивается И встает Брат жениха И говорит Взял два щелка Вот кто за то Что первый был мальчик В красный щелок Деньги ложите А кто за девочку В синий Ну и по кругу Пустили Людей много Да что от щелка Разве заводится Я думал Что от любви И что Бог порезал Ни уже ни хани У его Который с щелками ходил Детей нету Теперь помолитесь За нас Зачем Так я сейчас Открою дверь Вот так И мы должны Примерять К тому Как на это Смотрит Господь И у нас должны быть Те же существования Что во Христе Иисусе Фактически Человек должен Два дела выполнить Только два Первое Родиться свыше О чем говорится Четвертая глава Иоанна Евангелия И второе Послание к Римам 8-9 Кто Духа Христова Не имеет Тот не его О чем Серафим Саровский Говорил Цель жизни Стижание Духа Святого Что более и более Погружаться В Духа Святого Как в море плыть Игнать Тихонович А вы это почувствовали Да? Как почувствовали Я этим живу Нет Когда уверовали 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 Меня сразу Господь Все это дал Как будто бы Другой человек Стал с молитвы Открыл Все открыл То что я думал О чем Размышлял Господь исполнил В течение нескольких минут Игнать Тихонович У меня еще такой вопрос По поводу христиан Которые были Ну Во времена коммунизма Ведь были Многие Очень верующие Бабушки Люди А церкви не было Как же По поводу их спасения Вот Интересный вопрос А у меня вопрос Это к Богу К Богу не было То есть Бог смотрит на мирение Желание Не было значит И разбойника на кресте Не было Никакой Он уверовал У меня вот бабушка Она как бы Была сильно такая верующая И То есть Она вставала с молитвой Ложилась с молитвой Но церкви не было И как бы Исповеди то не было В то время Ни часть Исповеди Это не в нашей области Мы знаем одно Что Господь Все учитывает Абсолютно все Была возможность Или не была Это разница большая Была и ты не ходил Вопрос один А когда не было И нигде Взяли Взяли Георгия Победоносца Его Не было Заколочено И Георгий Победоносец Он находится в охране Ну допустим По нашему Альфа Войска такие есть Охрана президента Его пока вели Он им говорил О Боге Они уверовали Их теперь ведут 470 воинов На казнь Они им говорят О Боге Все 470 Обратились к Богу И тогда Правитель издает указ Казнить только Начальствующих Рядовых не казнить Иначе Сами вырубают Все Некому охранять Границы Вот так Их казнили Они ни один Не был крещен И тогда вышло Такое выражение Пришло Крещеный Собственной кровью Игнать Тихонович А вот про торговлю В храмах Происходит Всеместная торговля Я вот не знаю Ни одного храма Чтоб не было Там Вот этой Сруковной лавки Чтоб вот свечи Там Получается Продавали Ни одного Хорошо Не знаете Теперь знаете У нас нет торговли Нет У нас тарелка не ходит За крещение Ни за что не берут деньги У нас этого нету Вообще нету Нет А получается Не найти что ли Нигде У вас только один что ли Он на всю Россию Не знаю про других Я знаю как у нас Я про себя говорю У нас этого нету Мы сразу все это Обговорили в уставе Когда общину регистрировали Православная община Свечка Не должна Наполовину там Они гасят На переплавку У нас свечка Мигает Мигает Погасто Ничего нету Все сожжения Только чисто Восковые Сами льют Сами На службу Приходишь Вот она Эта бабушка Там стоит Возле свечек И вот тушит их Постоянно У нас этого нету Никто не стоит Вот отдельно Где-то веща Там священники Свечи стоят Горят Надо Догорело Там специально Чтец Поставит Или батюшка Все Никто по иконам Не ходит Не шарится А выходим Когда уже Священник с крестом На налое лежат Иконы Евангелия Поцеловали Подошли Благословились И по стенам Не шарятся Нигде У нас этого нет Иконы висят высоко И надписи Между ними Из Библии А вот по поводу Троекратного погружения Ну так и должно быть У нас только Троекратное В общем Ни одного нет У кого не троекратное Если не троекратное Погружение Его готовят Он проходит Полный курс Катехизации И тогда летом Крестится После 7 июля Нет Допустим Вот я же не знаю Как меня крестили Правильно Я был маленький Я не помню Крестанский собор 84 правило Если был маленький Или какой Не знаешь Немало Не сомневаюсь Немедленно крестись Как положено Чтобы не лишен Был такой благодати Это правило На это есть Где мне это сделать Получается Если они Если бы были рядом Могли приехать Я бы вам дал Путевку Выписал Все Конечно С сегодняшнего дня Чтобы бороды не касались Посты все строго соблюдать И при оглашенной Из идите Говорят Выходите с храма А если некуда выходить Тогда забейте Где-то в угол Пока не скажут С миром И зайдем Так что Мы всем сообщаем Люди готовятся Приезжают С детишками И крестятся И баптисты крестятся И священники Приезжают Крестятся И возвращаются И дальше служат Игнатий Игнатий А вот подготовка К крещению Она у вас как происходит Поэтапно Или как-то сразу У нас занятия идут В интернете Занятия идут Трижды в неделю Вы знаете про это? Нет А я вам скину И вы начинайте Если думаете Заранее узнаете Кто думает Принять крещение Чтобы не один приезжал Да я же не приеду В такую даль Две тысячи километров Две тысячи Я говорю Из Ливана Приезжали нынче Это спасение Это недалекое Нам чтобы людям Сказать о спасении Христа А во Христе Мы поехали Повезли книги Мы подарили книг Только на На 35 миллионов рублей 650 остановок До Владивостока До Лиссабона Скандинавия Прибалтика А вы говорите Далеко Мы прошли 120 тысяч километров Не для себя Для вас И мы не считаем Что это далеко Понятно А вот по поводу Ваших книг Чтобы это Ну если вот таких Переплет Данное правило Как выписывать Заплатить Как чех выслать В интернете все И мы книги отправляем И они получают Делают 2-3 фотографии С книгами И все Ага Вот только что Отправили в Америку Уже скоро месяц И ответа нету Книги дошли Кажется до Калининграда И остановились Дальше Никуда еще не сдвинулись А потом говорят Все получили Фотографии И мы видим Получили То есть у нас Отработано Нам надо Курьера Нанимать Отправлять За тару За отправление За все платить надо Игнать Тихонович А вы получается До скольки лет Работали? Где работали? Да До скольки лет Работали? До пенсии? До пенсионного До 60 60 Да У меня стаж Полный По трудовой книжке 35 лет И пенсия Сегодня 8141 рубль 33 копейки Игнать Тихонович Вы говорили Что вы из киржаков Значит это Наша земля Ваша Как бы Да Родная земля Да Мы строгое воспитание Получили Мама говорила Нельзя в пионеры Нельзя плясать Нельзя пить Курить Материться Воровать И Господь Сохранил от этого И от женщин От всего Это самое главное А у нас сейчас В интернете Я выставляю Вопросы Которые у меня На сайте Про старобрядцев Как раз Вот-вот закончим Так что посмотрите На нашем ютубе И там Ну видно Картинка такая Там сидят старики Ну видно так Что старобрядцы И там внизу вопрос Какой меня задают Которые я отвечаю В университетах По радио Все понятно Ну ладно Че ж Ну все тогда Всего доброго С Богом Сейчас я вам скидывать Буду материалы Спасибо А что у вас Фамилия такая Гусь Что означает Гусь или как Гусь Да Ну это украинская фамилия Я не спрашиваю На каком языке По-русски Что обозначает Я не знаю даже Если честно Я не Гусь По-русски Гусь Курицын есть Кукушка Она не склоняется Фамилия Ну от чего-то Она взята же Они с улицы Все Ну наверное От чего-то взят Фамилия Лапкин Она имеет Происхождение Определенное Прадед мой Был очень хороший Писарь К нему все приходили Он писал там Помогал ходатайство И его притесняли И он научился Писать ногой Чтобы не узнавали Его прозвали Лапка А когда фамилии давали Ему так и дали Лапкин Ну ладно Всего доброго Всего хорошего С Богом Не уходите Сейчас буду скидывать Материалы вам Ага Спасибо 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 Спасибо